Короткевич, Гоголь, Лондон, Дюма. Звыше 300 книг, в первом остатке, сегодня отримала Климовская библиотека. Такий подарок шатачам сделал депутат Палаты представников национального схода Республики Беларусь Игорь Завалей. Марина Джалая доведалась, учим, еще мая потребовала библиотека, которая, благодаря необычным людям, поступово обновляет свой литературный фонд после пожара. Любовь Дубоделова – одна из самых пожилых наведывальниц Климовской библиотеки. У своих 90-х годов она бодает, что ни дня не может прожить без книги. Выключение – дачный сезон. Жан-Жина перечитала тысячи романов о повести и рассказах и вельми радуется, что библиотека пополнилась новой литературой. И хоть больше этих – это знаемая классика, читать будет за довольнением. Читала с самого детства, еще когда керосина не было и света не было. Ставили газовочку такую в бутылочки. Я, чтобы родители не ругали за то, что керосин порчу, ставила в пяточку, в пяточках у русских есть пяточки такие, в пяточку газовочку ставила и читала. И читаю до сих пор. Звучит 300 книг, якими пополнился фонд Климовской библиотеки, уластная литература родных игр Азавалея. И он ведал, что установа оказалась у непростым становящей, мая потребу укомплектованни. И выказал жадание принять удел у этой доброй справе. Когда я это все узнал, я начал сразу думать, так, а где надо взять книги? Я думаю, ну хотя бы штук 30-40 насобирать. Когда позвонил по своим близким родственникам, и они начали открывать свои шкафы, они нашли более 300 книг. И сегодня эти книги мы в такой неформальной обстановке передадим этой библиотеке. Я уверен, что каждый из них найдет своего, скажем так, аматора, которому она понравится. Читачи Климовской библиотеки – это около 750 человек. Самому маленькому – 5, старшему – 95. Причем книгу могут принести до дома, коли стан здоровья не дозволяя пройти самостоянно. А кроме того, тут за все дозбираются дети. Для их, а кроме интересной литературы, есть множество настольных гульняв. Вогуле не бывает дня, как бы в библиотеку не завитали маленькие дорослые, которые отдают перевагу не электронным, а справедным книгам. Марина Джала, Игорь Марышенко, телерадиокампания «Гомель» с Гомельского района.